ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Честь. О чем рассказала жертва изнасилования в поезде Тальга? Женщина впервые выступила перед журналистами. Ни проводники, ни следователи, никто не цеснит на стороне жертвы. Неужели следователи настаивали на примирении сторон? Почему? Правда ли, что она едва не опоздала на поезд? Жертва изнасилования в поезде Тальга впервые публично выступила перед общественностью. Девушка рассказала о пережитом и о том, что не согласна с приговором. Напомню, двум проводникам дали по два с половиной года. Девушка рассказала, что все это время, пока доказывала вину обидчиков, подвергалась травле и осуждению. Подробности у Зарины Беремкул. Черные очки, медицинская маска и шляпа. Открыто говорить о пережитом, у жертвы насилия уже нет сил. Ее жизнь разделилась на до и после той встречи с проводниками. Прежде она изучала историю Казахстана и занималась предпринимательской деятельностью. Все это пришлось оставить из-за депрессии. Единственной целью стала доказать вину насильников. Десять месяцев я доказывала и боролась за свою честь. И после этого я только услышала, что это была мутная история. Никто, ни проводники, ни следователь, никто не стоит на стороне жертвы. Следователи сами подводят к тому, чтобы жертва взяла деньги и за неимением доказательств закрыть дело. То же самое произошло само. Многие осуждали девушку за то, что тогда в купе она не кричала и не просила о помощи. Но больше всего ее шокировало, что такое преступление может произойти в вагоне. А насильниками оказаться те, кто следит за безопасностью и комфортом пассажиров. Общественники и депутаты считают, что национальный перевозчик КТЖ должен выплатить пострадавшей компенсацию. И даже готовы помочь оформить ей гражданский иск, а также запросить отчет о мерах безопасности в будущем. Это не единичный случай. Есть факты, когда проводники все-таки пользуются тем, что у них есть ключи. Хотя даже купе можно закрыть изнутри, но у них есть ключи. Они открывают, начинают прорываться, начинают где-то говорить о том, приставать к женщинам, говорить давайте познакомимся и так далее. Это просто недопустимо. Я считаю, что Казахстан Тимуржула однозначно должен избавиться от таких сотрудников. Те, кто поддержал потерпевшую, требуют законодательных поправок, а именно пересмотреть квалификацию преступлений средний в разряд тяжких. Отменить условно-засрочное освобождение тем, кто нарушил половую неприкосновенность женщин и детей. Активисты также требуют оградить жертв насилия от любых контактов с подозреваемыми на время следствия и выделить психолога, чтобы потерпевшие смогли справиться с болью и начать новую жизнь. Один из самых резонансных случаев изнасилования за всю историю Казахстана. Пострадавшая в Тальго женщина впервые выступила перед общественностью с требованием ужесточить наказание для насильников. Поправки в законодательство предложил внести и депутат Нуржан Альтаев. Среди них пожизненное лишение свободы. А жертвам преступников в стране планируют оказывать бесплатную медицинскую и юридическую помощь. Подробнее расскажет Мельдр Абдуалиева. Пострадавшая от насилия в Тальго впервые выступает перед общественностью и телевизионными камерами. В первую очередь женщина поблагодарила соотечественников, оказавших поддержку. Ответила и обвинявшим в провокации. Спиртные напитки с экспроводниками она не распевала. Звать на помощь не смогла, поскольку в тот момент потеряла до речи и боялась за собственную жизнь. Позднее жертве и вовсе пришлось столкнуться как с агрессией родных насильников, так и с откровенной халатностью следователей. Следователь сами подходит к тому, чтобы жертва взяла деньги и за неимением доказательств закрыть дело. Были слова следствия. Это было все время. Почему я не кричала? Почему я после первого насилия не пошла и не стала? Я думаю, я была в таком шоке. Представитель правоохранительных органов сообщает, сейчас в отношении следователей линейного отдела полиции двух городов Актобе и Кустаная ведется служебное расследование. И если их вина будет доказана, они понесут заслуженное наказание. По этим фактам, по волоките расследования уголовного дела в отношении двух проводников, которые сейчас уже обсуждены, проводятся служебные расследования. Данные факты все будут проверены. В случае подтверждения указанные лица должностные понесут очень строгую дисциплинарную ответственность, вплоть до освобождения, вплоть до увольнения, занимая должностей. Планы по обеспечению безопасности озвучили и в Казахстан Темржола. Национальные компании намерены оснастить купе специальными кнопками. Нажимая на них, пассажир сможет подавать сигнал об опасности. Также в вагонах появятся видеокамеры. У нас, допустим, сейчас открываются вот с начала этого года кабинеты психологов, очень необходимая вещь. Я так считаю, в долг рейсии и после рейса все проводники, если они чувствуют, что они утомились и не могут работать с людьми, а работа проводника – это в первую очередь клиентоориентированность. И от проводника уже складывается мнение целой компании. Поэтому мы сейчас внедряем вот эти новшества новые. И люди получили свое наказание. И мы в будущем будем, конечно, принимать самые жесткие меры, если это не дай бог, что-то будет еще в порядке. С инициативы ужесточения наказания для насильников выступил и мажористмен Нуржан Альтаев. Он предложил переквалифицировать подобные дела из статьи средней тяжести в категорию тяжких преступлений. Также исключить возможность условно-досрочного освобождения. А за растление малолетних лишать свободы пожизненно. Ужесточение наказания за изнасилование с отягчающими разными обстоятельствами, групповое, с угрозой убийства, с особой жестокостью, неоднократно и везде с исключением права на примирение. Ужесточение наказания за половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Это ужесточение наказания за разращение малолетних с максимальным сроком, вот очень много предложений до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы. Это признание отягчающим обстоятельствам неоднократную судимость и неоднократное привлечение к уголовной ответственности по идентичным преступлениям. По данным правозащитников, ежедневно насилию в Казахстане подвергаются пять женщин и двое детей. Участники сегодняшнего обсуждения считают, для них необходимо создать специальные адаптационные центры. Также среди поправок, предложенных в законопроект, оказание бесплатной медицинской, психологической и юридической помощи. Теперь депутатам предстоит принять важное решение. На притон в собственном доме пожаловались жители Алматы. Они уверяют, что в квартире на первом этаже поселились дамы легкого поведения. По вечерам туда зачастили мужчины, а из открытых окон доносятся неприличные звуки. Люди утверждают, что стражи порядка обо всем знают, но ничего не предпринимают. Так ли это? Пытался выяснить Аскар Ментебаев. Открытые окна и синяя тряпка, как опознавательный знак. Здесь, на первом этаже, расположился настоящий бордель, утверждают жители этого дома. После шести вечера находиться рядом просто невозможно, жалуются они. Самое главное, жильцы боятся за свою безопасность. Непонятно, какие личности здесь ходят. У меня взрослая дочь. Она иногда припозднит. Я боюсь, потому что мне приходится на балкон выходить, смотреть или выбегать ее встречать. А тут какие-то подозрительные личности. Вообще в этой квартире все время. Звуки и стоны каждый вечер раздаются вот из этих окон. Машины, особенно в ночное время, часто сигналят. Жильцы взяли видео с камер наблюдения. Квартира на первом этаже пользуется успехом у сильной половины человечества. И так уже несколько месяцев, говорят жильцы. Соседи провели собственное расследование. Они говорят, что в этой квартире мужчина обслуживает порядка шести девушек легкого поведения. Нас в этой квартире явно не ждали. Дверь нам не открыли. Докричаться с улицы мы тоже не смогли. Снимаются проститутки. Вот Сифулина убрали, а теперь они разбежались по городу. И нам покоя нет. У меня пожилая мама. Мы обращались с опорным участковым. Он сказал мне, что он попросил своего помощника. Помощник пришел, он свое дело сделал и ушел. Участковый все эти обвинения опроверг. Вы отправили помощника, и даже помощник задержался. Такого там не было? Как не было? Там притон. Там не подъезжайте. Проблема притонов для Алматы остается актуальной. После того, как на посту Акима Бауржана Байбека сменил Бахаджан Сагентаев, в мегаполисе провели несколько рейдов. Доступных девушек на улицах стало заметно меньше. Возможно, потому что они перебрались вот в такие квартиры. Жильцы просят полицейских обратить на это внимание. Сейчас они готовят письма вышестоящей инстанции. Продолжение следует...